Десятилетний Игорь Десятилетний мальчишка Игорь завсегдатый местной библиотеки. За поем читает и сказки, и журналы о компьютерных новинках, а затем делится знаниями с друзьями. Он очень такой солнечный мальчик. Он с удовольствием ходит в школу, он учится во втором классе. И мальчик очень ответственный. Любит читать. Я не могу сказать, что он прям завсегдатый, но читать он любит. Вот последняя его книга была, если меня память не изменяет, по-моему, «Остера. Вредные привычки» он читал. Вообще он любит журналы читать. Он с удовольствием листает компьютерные игры, журналы «Громания». И потом он сидит за компьютером и как бы воплощает это в дело. Математика, русский язык, рисование, конструирование, паркур. Обо всем этом Игорь может говорить, как истинный знаток. Может быть поэтому, среди самых преданных его друзей ребята из старших классов. Это вот семья, что это такое? Это родные, самые родные люди. А кто у тебя самый родные люди сейчас? У меня сейчас? Мама. Проект «Дорога домой» рассказывает о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В первую очередь, о воспитанниках детских домов и социальных учреждений. Проект призван помочь каждому ребенку обрести полноценную семью. По замыслу авторов, проект позволит сформировать базу данных о воспитанниках детских домов. Объединит на виртуальной площадке приемные семьи Приморского края экспертов в сфере семейного устройства. Одна из главных рубрик проекта «Хочу в семью» – это своеобразный видеопаспорт детдомовца, который позволяет потенциальным усыновителям и опекунам поближе познакомиться с приемным ребенком. Уже 1236 детей-сирот передали в 2015 году на семейные формы благоустройства в Приморье. В органы опеки и попечительства края в этом году обратилось около 1000 человек, желающих принять ребенка в свою семью. Из них в школе родителей обучились 495 кандидатов. Работа по благоустройству детей-сирот в приемные семьи, под опеку, возвращение кровным родителям в органах опеки и попечительства края идет полным ходом. Сегодня в крае работает 20 служб психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей. Работают школы приемных родителей. Информация о формах семейного устройства таких детей каждый месяц выходит на телевидении, радио, в местных газетах, информационных агентствах. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сегодня находится информация о 3003 детях. Это на 353 человека меньше, чем в предыдущий год. Из них большее количество занимают дети старше 10 лет, их 2256 человек. Имеют братьев и сестер 1792 ребенка, дети-инвалиды 190 человек. Имеют проблемы со здоровьем 2212 детей. В течение этого года выявлено 1053 ребенка-сироты, из них в семье устроено 615 детей. Напомним, что в Приморском крае в органах опеки и попечительства на учете состоит 11993 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Два года назад эта цифра составляла более 12 тысяч детей. В семьях граждан воспитывается 72% детей, в учреждениях 28%. В течение года на семейное благоустройство переведено 1150 детей. Из них 765 под опеку, 157 в приемную семью, 129 направлено на усыновление. Приоритет отдается российским усыновителям, их 81. Иностранные граждане усыновили 48 детей. В кровные семьи возвращены 99 детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова